Это никогда так не ходит. А как? Вот. Ход делает так. Или от ферзи вот сюда, или от короля вот сюда вот так вот. Наше знакомство с Рудольфом Шведовым началось два года назад в его родной Шереметьевке. Тогда он занимался с молодым поколением, учил играть в шахматы. Не бросил активную общественную жизнь и сейчас. Хотя ветерану в этом году исполнилось 90 лет. А на досуге продолжает писать стихи про любовь, жизнь и, конечно, про войну. Плавились камни. Горела земля. В пепел все превращалось. Да. И нету спасения. Вот мощь и огня в пепел все превращалось. Приятно было видеть героя войны в гостях на НТР. Мы попили чай, ветеран вспомнил далекие военные годы. Зимой 41-го года семья переехала в Сталинградскую область. 13-летний мальчишкой Рудольф Шведов пошел работать в поле. Там-то впервые встретился с фашистами. Очень было тяжело. Нас бомбили. Вот меня стреляли. Бомбью бросали. Вот мы на тракторе пахали. Вот летит самолет. И вот летчик вот так нагнулся. А я снизу вверх глянул. Узкая морда так в шлеме рыжая. Ну ему лет... Ну что мне тогда? 14 лет ли было? 14 лет. А ему лет, наверное, 20 было примерно. Вот самолет улетел. Потом стрелял он в нас. В том же году отца забрали на фронт. Рудольф в возрасте 14 лет остался за бригадира и председателя колхоза. А позже сам ушел на фронт. Несмотря на то, что со дня победы прошло уже 72 года, то 9 мая он до сих пор помнит в деталях. Воздух стрелять начали. Что такое? Мы подумали, что такое какое-то на нас нападение. А мы все-то... У нас оружие-то у каждого было, но оно осталось в казарме. А потом говорят, война окончилась. Ну все. После войны наш герой вернулся в Шереметьевский район. Долгое время работал в милиции. На жизнь никогда не жаловался. И вот, что он пожелал молодому поколению. Трудиться на благо Отечества. И не забывать тех, кто нам обеспечил победу в 45-м году. Евгения Крубакова, Максим Липин. Новости НТР.